Привет, Маргарита! Привет, Яна! Привет всем Софийке, Настеньке, всем вашим ученикам! Начинаю слушать и описывать. Мы уже немножечко с вами, Маргаритка, переписывались. И вот то, что, конечно, вас волнует, то сразу в первую очередь и бросается. Вот сначала первая запись. Так, смотрим. Ля бемоль. Начинает. Она цепляет его. Я сейчас сразу буду по ходу все. Она цепляет, конечно, эту ноту. Но что бы вы мне ни говорили, у нее есть запас, и ей нужно поднимать. Она рыхлая. Я рисую. Она неопертая. Ну-ка, давайте здесь. А здесь она лучше уже спела. Здесь она лучше ее зацепила. Но мой вам совет, поднять. Получается здесь... То есть она фа, фа диез, поднимите на полтона как минимум, Маргарита, как минимум, потому что черные даже звучат лучше тональности. Это первое, что я вам сразу же хочу сказать, потому что запас 100% есть. Там наверху получается... Ля бемоль. Это вообще соль. Ну что это? Ну ля бемоль наверху. Да даже если ля наверху будет. Все равно нужно, чтобы вот при грудном регистре, вот у таких вот мецисопроновых девчонок, нужно, чтобы си бемоль был наверху как минимум. Вот я вам просто советую. Слушаем дальше. Давайте вот эту запись будем слушать. Так, сделаю-ка я погромче. Ну что нам делать с руками? Ну вот что делать с руками? Здесь вообще... Ну все, прямо идет ходуно. Даже если вот то, что я рекомендовала там многим дать в руку, ну что-то мягкое у меня, многих же так, Диана там у меня, но я давала им в руку что-то мягенькое там, чтобы они держали. И на пальчик колечко, чтобы, если рука откроется, чтобы не выпало. Ну то есть кольцо и что-то, брелок какой-то. Я всегда советую, но это для того, чтобы энергетику туда в кулачок как бы имела. А тут Яна вообще дирижирует и прямо как кошечка такая у нее вот все. Знаете, я не знаю здесь даже, что вам посоветовать. Здесь единственное, но у нас нет такого, допустим, на сцене. Если петь не на центре, и если поставить ее к чему-то как-то, я не знаю, на одной из третей. То есть слева, допустим, как мы смотрим на сцену, с левой стороны, чтобы она держалась за что-то. Знаете, как за станок балерина. Чтобы она за что-то держалась. И если позволяют технические средства дать экран, на экране проекцию, то есть вот все вот это, краски, мазки, то есть мир, детские улыбки, солнце, поля, ромашки, вот это все. То есть тогда будет оправдано, что она стоит не по центру. Но ей за что-то держаться, ну потому что у вас уже седьмого числа конкурс, от этого нужно избавляться, понимаете. То есть в процессе вы, когда она будет держаться за что-то рукой, чтобы она у нее не в руку дать, а прямо за что-то. Прямо, чтобы она держалась четко. Но это время нужно. Это время нужно. Но в данном случае, здесь вот до седьмого числа, до выступления, это уже моторика, это уже мышечная память, она так привыкла, она дирижирует себе и где надо, и где не надо, просто как-то вот все. Да, у нее там, я не знаю, понимаете. Вот я здесь, чтобы я делала, я вам говорю, что я бы в работе, в репетиционном периоде, я бы вообще ей руку эту заняла чем-то, она бы за что-то держалась. Чтобы исключить это со временем, чтобы это убрать. Но перенести микрофон в правую руку, она наверняка левой начнет делать то же самое, это не будет выход из положения, хотя попробуйте. Но в данном случае, сейчас давайте будем все-таки думать, я вам расскажу про вокал, что как. И первое, что я вам сказала, это тональность. Тональность поднимайте на полтона однозначно. Однозначно. Смотрим дальше. А что там, я рисую на окне, акварели и гуаши, ну-ка, подождите, мир, мир, я рисую, а лучше так, я рисую на окне. Мир почти такой, как наш, слова мне нужны. Текст. Я рисую на окне, акварели и гуаши. Прекраски яркие возьму, закрашусь. Ну ладно, так написано автором. Мир почти такой, как наш, я рисую на окне, акварели и гуаши. Ну ладно. Так, дальше слушаем. Все хорошо, все замечательно пока. Вот замечательная девочка, великолепная девочка, потрясающий голос, потрясающий тембр, но нет на тяга, не хватает. Маргариточка, Яночка, девочка, ты будешь лучше петь, подними тебе минимум на полтона. А то и может и на тон. Надо проверять, надо всегда проверять. На полтона подняли, на тон подняли, послушали. Как нельзя останавливаться в одной тональности никогда. Это первое, с чего нужно начинать. Возможности голосовые у ребенка. Он не должен быть предельным у нее, высокие нотки. То есть голосок не должен уходить в предел, чтобы поддавить. Но у нее же куча запаса. У нее вот начало повествования идет. Еще бы лучше она бы окрасила свой голос. Она пишет о том, как раскрашивает мир, а голосок раскрашивать не до конца. А надо раскрашивать его. А обертоны возникают только при натяжении связочном, при хорошем натяжении, при хорошем давлении опорном. А давление опорное не может возникнуть, потому что тональность низковата. Оно такое, какое есть. Ну как бы вот такое, среднее, такое вяло текущее давление. Она держит, прекрасно интонацию держит все. Но надо побольше, чтобы голос окрасывался. Вот здесь, где для слез причины нет. Вот строчка сложная. Где для слез причины нет. Посмотрите, какая сложная строчка. Ну вот Саша Ермолов пишет, замечательные песни пишет, прекрасные. Но ему ж не петь, хотя он тоже поет. Но сложная строчка. Ту страну, где для слез причины нет. Значит, ее нужно как-то немножечко изменить. Чуть-чуть, чуть-чуть, то есть там добавить эгогически. Где для слез причины нет. Где для слез причины. То есть на ее посидеть. Где для слез причины нет. И хорошую ПР тогда она дастся хорошо. Для слез причины. Для слез причины нет. Целая фраза, ни в коем случае, что не бьем, вы и не бьете, вы молодцы. А здесь она мягко поет, но так как написано. То есть она для слез сбрасывает. Где для слез причины нет. Предлагаю вам все-таки посидеть на ее. Где для слез причины нет. На ее посидите. Теперь смотрите. Вот идет... Где улыбки каждый день. Где почти всегда весна. Где у всех, у всех людей очень добрые глаза. Всегда. Когда идет повтор. Где у всех, у всех людей. Второе у всех будет обязательно ярче. Поэт пишет. Где у всех, ну тогда... Где у всех друзей, людей. Ну спел бы, распев бы такой бы дал. Где у всех людей. Ведь он дает два слова. Где у всех, у всех людей. Оно должно быть обязательно подано ярче. И потом смотрите Яна. Куда она смотрит, я не знаю. Дали точку. Наверняка дали точку. Яна смотрит туда. А ведь она поет для людей. И здесь особенно в припеве. Она должна обязательно... Здесь эти замечания, кстати... Я такая была счастливая на Адмиралтейской звезде, когда я услышала вот те же самые замечания от председателя комиссии. Когда я... Те же, что я всегда говорю. Он говорит, ну что ж такое. Вы же поете-то зрителю. А где? А где общение-то со зрителем? А здесь где улыбки каждый день. Где улыбки каждый день. Где почти... Где почти всегда весна. Где у всех, у всех людей в центр. Здесь сюда, здесь сюда, здесь в центр. Очень добрые глаза. Она же должна... Она может здесь. Здесь как раз тот случай, когда не монолог такого серьезного философского плана, когда вокалистка уходит в себя и как бы сосредотачивается на какой-то точке. Здесь ей нужно... Понимаете, здесь обязательно нужно общение с залом. Где улыбки. И она должна улыбаться. Она должна здесь открыто быть. А она здесь просто... Она очень хорошо и четко поет. Вот отличница. Понимаете, отличница. А она здесь должна быть... Не отличницей. Я говорю, не нужны отличницы на сценах. Нужны вот такие двоечницы, как я. У меня двойки были. Я вам честно говорю. У всех, у всех людей очень добрые глаза. А она, понимаете, она... Нет улыбки очень добрые глаза. Она же должна... Сама-то какая? Она же должна излучать здесь улыбку. Поет про улыбку. А сама не улыбается. У всех, у всех людей очень добрые глаза. И как-то немножечко... И чуть-чуть вперед. Ну, корпус сам, когда она будет вот со зрителем, она захочет с ним пообщаться, ее потянет чуть-чуть. Не надо специально учить шаг вперед. Ни в коем случае. Если научить вокалистку, ты здесь должна шагнуть, все. Все. Это умерла сразу песня. Ей просто нужно рассказать. Яна, ты здесь с зрителем, посмотри кому-нибудь в глаза, улыбнись. Она сама потянется. Тело само потянется. Это естественно будет, я вам точно говорю. Но не учите, чтобы она шагала. Не надо. Ей просто нужно рассказать, что вот она вот здесь вот так должна спеть. Кто-то ищет, кто-то ищет целый век. Понимаете, вот низкая нота, вот она для нее, вот, ля-бемоль, ну низковата она. Кто-то, кто-то, кто-то... Уже посветлее будет. Кто-то, кто-то, кто-то... Я уже на ля-бемоль. Поднимите. Не хватает, я не слышу слова здесь. Не слышу. У меня глаза, улыбнись целый век. Вот. Кто-то и, кто-то ищет целый век. Всегда... Она хорошо очень поет. Мне немножечко, понимаете, мне всегда не хватает динамического развития. Но оно возникает, это динамическое развитие. Его не выстраивает. Вот здесь я начну потише. То есть по логике, да. По логике, просто включая логику, ну мы же нелогичны, мы же живые. С одной стороны, да, по логике, чтобы развить динамически фразу, ее нельзя начинать, если мы шкалу берем от единицы до десятки. Мы не можем начинать с семерки, потому что у нас остается 7, 8, 9, 10. Мы начнем где-то с пятерки. Что-то, тина, та, глаза. И она у вас распределится. Она у вас распределится, но динамика распределяется не... Это я вам сейчас просто чисто, чтобы была аналогия со шкалой, когда мы громче, 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 постепенно на кнопочках нажимаем, нажимаем, у нас увеличивается. Но мы-то живые, мы же не кнопочки. Поэтому здесь от содержания, от отношения к песне возникнет динамика. Кто-то ищет целый век, пусть она скажет эту строчку, кто-то ищет целый век. Целый век, вы представляете? У нас не может быть динамически. Кто-то ищет целый век. Мы же так никогда не споем. И так не споем. Кто-то ищет целый век. Тоже не споем. Ровно, начиная, кто-то громче, мы обязательно, кто-то ищет целый век. Мы обязательно уйдем туда. По динамике она выстроится от чувств. Она сама выстраивается. От чувств выстраивается. От отношения к песне, от содержания. Поэтому вы здесь с ней поработайте. Вот именно пусть она сначала вам прочтет. Кто-то ищет целый век. И тогда она будет понимать, куда ей идти. Ей же нужно туда идти. Представляете? Целый век. Сто лет ищет. Вот она сейчас хорошо. Где же счастье? Вот оно. А вот здесь, где же счастье? Идет, смотрите, вопросительный знак и потом ответ. Да, вот оно. Можно еще больше здесь поиграть. Где же счастье? Вот оно. То есть можно как бы фразочку Она здесь играет. Она здесь хороша. Она здесь хороша. Можно еще больше. Где же счастье? Вот оно. Вы четко, понимаете, вы четко, я понимаю, вы едете на конкурс самого Ермолова. И как бы нужно четко выполнять, то есть он автор, его мелодию. Но я не думаю, что он будет против, если вы там где-то... Где же счастье? Вот оно. Вот оно. Вот оно. Вот оно. Как-то больше, светлее какой-то свет. Ну вот оно. Ну что же вы не понимаете? Здравствуй, добрый человек. Дальше слушаем. Ну подумайте. Хотя она хорошо... Она очень хорошо спела. Где же счастье, фоно, Здравствуй, добрый человек. Вот здесь вот тоже. Человек. Здравствуй, добрый человек. Здравствуй, добрый человек. Я бы все-таки изменила. На че бы я не сидела. Здравствуй, добрый человек. Здравствуй, добрый человек На-да-ди-на-на-на-на Ну, это же мои заморочки Ну, я говорю здесь вот Здравствуй, добрый человек Здравствуй, ты мое Хорошо она поет Но она очень хорошо поет И чистый голос красивый Даже, ну хорошо, если оставим так Здравствуй, добрый человек Тогда че, она немножко должна быть средуцирована Если сохраняем вот авторскую версию Здравствуй, добрый человек Человек Мы идем туда Человек Не поем, то есть не выделяем этот слог Он не нужен здесь Здравствуй, добрый человек Идем туда Идем туда, дальше Я рисую Ты мое Где тут А, вот здесь Вот великолепная Великолепная Куда она смотрит Яночка, куда она смотрит Солнышко Наверное, стоит Учительница Маргарита, я не помню Марго, как поучиться ты Вообще нельзя стоять перед ребенком Она должна видеть картину жизни Картину жизни Окно И окно-то ведь не одна точечка Вот такая маленькая Окно Вот тут вот птичка на дереве сидит В окне Огромное дерево Здесь вот, я не знаю Здесь что-то еще как-то А здесь лучик солнца там пробивается Понимаете, окно Окно Вчера тоже со студенткой работала Я говорю У тебя окно широкое Вот твои габариты окна Ей надо было шторы одернуть Шторы одернуть И оно же большое окно У нас сейчас окна-то какие У нас же большие окна сейчас Эти Оно же не маленькое Она все время в одно место смотрит Пусть она видит Уйди, никогда не стойте перед ней Никогда не стойте И вообще Мой вам совет Поставили камеру И ушли И ушли И пусть она поет И пусть она поет Сказать Камера это твой зрительный зал Камера это жюри Камера это твой мир Камера это твое окно Камера это все твое Вот все туда Но вот в этом маленьком окошечке Целый мир Поэтому мы не можем в одну точку Понимаете Это не философского плана Если это философского плана Песня какая-то Да Мы как бы сосредотачиваемся На внутреннем монологе Который выходит наружу Но здесь Такая вот Песня замечательная Поэтому Взгляд Взгляд Он Не тот Которого хотелось бы Вот и тот тоже Идет обращение Понимаете Ты посмотри Ты посмотри На моем Что там в моем окне Ты посмотри На моем окне Да То есть она Она же призывает Ты посмотри На моем окне Я нарисовала целый мир Не проходите мимо Куда же вы идете Вот у меня что на окне Ну куда же вы идете мимо-то На моем окне Я рисую этот мир Вы представляете Она идет обращение Обязательно идет Здесь контакт с залом Кому поет ребенок Обязательно И тому же жюри Тому же жюри Ну посмотрите Как я нарисовала Она и рисует Она рисует песню Обязательно контакт Поэтому здесь Понимаете Маргарита Здесь нет никаких Замечаний по вокалу Здесь нет никаких Замечаний по голосоведению Идеальная интонация Великолепная фразировка Все хорошо Там то что я там Чуть-чуть там вставила Это чисто Ну Я бы Это вот мое личное Как бы отношение К песне Все у вас здесь Великолепно В плане голосоведения Только что Поднять Поднять Вот это прям поднять Кричусь Сибири вам Поднять Маргарита Поднять Тональность Сибири вам Она будет Опять же Поставить ее К окну Реально Семантика Вот такой Актерский Костылик Поставить ее Облокотиться На окно Просто рукой Облокотиться Во второй руке Держать микрофон И петь в окно И петь в окно Потом спросить Какие у нее были ощущения Хотелось ли Ей это рукой водить Или ей это помогало Или она что-то увидела Ну то есть Здесь нужно Актерски с ней Поработать Актерски поработать Девочка великолепная Такой голос Вот видите слова какие Я ей про кожу обернись Я же даже слов то не знаю Потому что когда поют Вот я в жюри сижу Ой Я порой вот даже слова Не могу расслышать А здесь оказывается Оно так и есть Я ей про кожу Оглянись Обращение идет Ну тем более Видите как Второй куплет пошел Второе действие Понимаете Театр Песня Театр Песня это театр Я рисую новый мир Пусть моя не сохнет кисть Я рисую новый мир Эй прохожая бернись Так хочется о богике здесь Я не знаю как он к этому относится Ермолов Может быть он вот так скажет Киевы молодцы Переплюнули автора Слышу Марго Спрашиваешь а как Слышу Сейчас Сейчас Я бы просто Пусть 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 моя не сохнет Пусть моя Я бы закрыла Пусть Пусть моя не Я бы не Здесь фразировочку Немножечко Пусть моя не сох То есть как бы я Пусть моя не сохнет кисть Не надо Не хочу Я хочу все время Рисовать этот мир Без остановки Видите Пусть она Пусть она Сглаживается А здесь В этом В этом же смысл Песни Если краски Если кисть оставить Если ей Не рисовать Если не делать Мир прекрасней Если не петь Если не радоваться Не рассказывать веселые истории Это же песня Об этом Она рисует Мир Если этого все время Не происходит В жизни человека Значит кисть засохнет И здесь Пусть моя не сохнет кисть Эй прохожая Глянись Ну ты посмотри Я же для тебя стараюсь Улыбнись Идет хмурый прохожий Пусть она Эту картину Понимаете Здесь нужно Полностью картину Нарисовать Самой ей Она поет О том Что рисует Мир И ей нужно Яна Посмотри Ты через окно Видишь Идет очень грустный человек Он очень грустный И сейчас Если ты Его окликнешь И он посмотрит На твое окно Он улыбнется И ему мир Покажется прекрасным У него все В жизни изменится Об этом нужно Обязательно Говорить всегда Когда начинаете Работать с песней Ребенок должен Все это видеть И понимать О чем он поет Ну вот еще разочек И дальше пойдем То есть Все таки Опять Понимаете Я рисую Ну Второй куплен Новый мир Пусть моя Не сохнет Кисть Я рисую Новый мир Эй Прохожий Обернись Эй Прохожий Идет же Прохожий Здесь как раз Вот тот момент У нас в актерской работе У нас в пении У нас в подаче текста Бразды правления Берет логическая пунктуация Только логика Все запятые Все мы выбрасываем Всю грамматику выбрасываем Когда мы поем Когда мы выстраиваем фразы Все фразы выстраиваются Согласно логике Согласно здравого смысла Но здесь как раз тот момент Когда вот прохожий Обращение идет И здесь совпадает Понимаете Вот идет совпадение Эй Прохожий Обернись То есть здесь Немножко хочется подать То есть закрытые цезуры Эй Прохожий Обернись То есть немножечко Дать это обращение И тоже в зал Все кто сидят в зале Включая жюри Это все вот эти прохожие Это все те Кто вот Идут мимо А здесь нет обращения Эй Прохожий Обернись Понимаете Здесь нужна игра Здесь нужна обязательно Актерскую составляющую Обращение должно быть И она это сделает Она очень артистичная девочка И просто с ней нужно Просто пообщаться на эту тему Она все поймет Все хорошо Голос, тембр Все Поднимите будет еще лучше И она ему объясняет Обернись Если что-то ты хотел в этой жизни изменить Нарисуй в своем окне Понимаете Здесь ключевое слово В своем окне Если что-то ты Если что-то Что-то ты хотел Эй, прохожий, обернись Если что-то ты хотел В этой жизни изменить Нарисуй в своем окне Мир, каким он должен быть В своем окне Ключевое слово Своё Понимаете Человек должен строить Свою жизнь Своё счастье Рисовать свой мир Нарисуй в своем окне Его нужно подать ярче А оно здесь сглаженное Совсем Но опять же Если тональность Вот я сейчас в той же тональности Если низко Иногда и не получается Потому что натягания должного Экспрессии не хватает Не хватает Голос может выразить Свои чувства певицы Только вот в тех условиях В которые его поставили Вот в данной тональности Всё Чуть выше Он уже по-другому Будет показывать себя Нарисуй в своем окне Нарисуй в своем окне Она всё поёт Всё, всё, всё Кантилена Всё замечательно Но добавляйте В своем окне В своем окне Улыбается Пускай То есть она его Она хочет его ободрить Каждый что день И я верю, что тогда А И я верю, что когда Каждый кисть свою возьмёт Вот тоже понимаете Каждый Не знала же даже слов Каждый кисть свою возьмёт Каждый кисть свою Возьмёт Не бойтесь там Что будет микрофон Может быть там Как бы среагирует Мембрана Ничего Ничего Она поёт Она чувства выражает Здесь это нужно Каждый кисть свою возьмёт С наших окон доброта Не услышала Чуть-чуть не услышала А ну вот видите Потому что низковато Опять же С наших С наших Здесь пускай позицию Поднимите ей С наших окон доброта На улыбке Но здесь должна быть Обязательно улыбка Улыбка не панацея для вокала Нет Но улыбка помогает И вам Очень часто Она нам просто необходима А здесь ещё С наших окон доброта Здесь же высокая должна быть позиция Ян не улыбается здесь И поэтому я и не слышу Проваливается здесь позиция Она с наших окон доброта То есть не то С наших окон доброта Высокая позиция здесь должна быть И наступит долгий век без обид и слез. Тоже нужно подать, только актерский нужно поработать. И наступит долгий век без обид и слез в глазах, без обид и слез в глазах. Да, нацельно, здесь ни в коем случае нельзя разрывать, некоторые разрываются на конкурсах. Без обид и слез, без обид, иногда и вот так поют. Нет, вы молодцы, вы правильно поете, но только здесь нужно добавить, добавить именно эмоции. Без обид и слез в глазах, без обид. Мне говорят, Наталья Викторовна, а как, а как? Он значит, без обид дают твердую атаку, чтобы было слышно слово обид. Да что ж это такое-то, а что нельзя сделать? Без обид, сделать крещендок, слово обид, и будет оно громче. Без обид и слез в глазах. Слезы еще больше по динамике. Почему? А очень просто. Потому что обида, а потом еще и слезы в глазах. Эмоция же ярче. Это все естественно. Ничего не надо выстраивать в специальных динамиках. Это все от чувств. Без обид и слез в глазах. И все нормально. А здесь все ровненько у нас. Без обид и слез в глазах. Вот видите, все ровно. Без обид и слез в глазах. То есть все ровненько. Нет. Дайте, дайте составляющую актерскую, дайте. Энергетику дайте. Дайте ей прямо вот все, чтобы она там оторвалась на сцене. Что у нее, может быть, понимаете, может быть у нее и рука. Она будет заниматься. У нее мозг просто захочет передать все это, рассказать людям. А здесь она методично так все это водит, водит. И очень классно, чисто поет. Идеально поет ребенок. Но этого мало. Понимаете, жюри все время говорит. Ну хорошо, спела, замечательно. Но надо же притянуть зал к себе. А чем притянуть-то? Она должна с ним общаться. Она их призывает тоже нарисовать мир. Вот оно. И наступит долгий век. И наступит долгий век. Век, век. Тоже высокая позиция. Теряется слово. Смысл все-таки слова. Надо, чтобы все было слышно и понятно. И вкусно. Вот кульминация, блядь, ей хочется еще больше. А нет, тональность не дает. Но в твоих руках, в твоих. Посидите на и. Это все в твоих. Это все в твоих руках. Будет экспрессивней. Руках. Это все в твоих. Их руках. На этой и. Посидите чуть-чуть побольше. Посидите. Это все в твоих руках. А у нее, видите? Это все в твоих руках. Это все в твоих руках. А я вам предлагаю. Это все в твоих руках. Ну, посмотрите, посмотрите. Подумайте. Все-таки экспрессивней будет немножечко. Кульминация. К финалу уж идет. И здесь опять. Вот здесь, понимаете? Здесь просто посмотри. Не ты посмотри. А ну посмотри. Здесь вот не ты. Понимаете? Вот здесь вот ты. Припев. Ты посмотри. А здесь ну посмотри. Вот это ну. Это междометие. И когда мы с вами добавляем в тексте междометие, оно сразу же выстраивает эмоцию. Оно сразу же выстраивает интонацию. Оно сразу же характер дает тот, который нужен. Потому что вот идет мимо и не посмотрел. Опять второй куплет спеле не посмотрел. Да что же это такое? Я же хочу вам настроение поднять. Ну посмотри на моем окне. Ну посмотри. И если... Да, я понимаю. Мы не можем менять авторский текст. Но когда вы будете с ней петь, и когда она будет предполагать ты, она будет петь ты посмотри. Когда она будет предполагать вот это ну, вы с ней попоете просто. Спой здесь ну. А потом убираете опять на ты. Опять ну. Опять ты. То есть она... У нее сохранится этот эмоциональный ряд. Он как бы считается. Он запишется в ней. И она споет. И она споет. Потому что сейчас, как бы понимаете, мы выходим уже к финалу. Ребенок поет, поет. А люди не обращают внимания на ее окно. Чем получается отличается? Ничем. Потому что они все правильные, они все замечательные, все чистые по интонации, все фразированы. Четко выполнена задача, текст, музыкальный текст. Все спето правильно, как написано композитором. Но не эмоционально так, как должно. Эмоции нужно добавить сюда обязательно. Но не призывает она. Вы же видите сами, да? Не призывает она. Я бы здесь сделала модуляцию. Вот я бы подняла на полтона. Если вы не умеете, я вам сделаю фонограмму эту. Я бы подняла основную на полтона. И вот она... Готовь человек. Нет, вот смотрите. Ну посмотри на моем окне, я рисую этот мир. То есть, если бы была модуляция здесь, я, наверное, скаканула выше сейчас. Если бы была модуляция, она бы придала этой песне еще большую яркость, то есть кульминация бы ощущалась. Никто вам не запрещает это делать. Никто не запрещает. Сделайте эту кульминацию. Сделайте, и тогда будет лучше. Слушаем дальше. Ты посмотри на моем окне, я рисую этот мир, где не славит боя мне. Ты посмотри, будет этот мир, где-то навсегда царит мир, который будет мне. Здесь, ну вот смотрите, проигрыш. Проигрыш, чтобы он был выигрыш. Чтобы сделать его выигрышем. Прохожий, ну куда же ты идешь мимо? Ну посмотри. Ну то есть, может быть, как-то, может быть, читайте, ведь, может быть, что-то здесь в маленьком, она будет занята. И это здесь логично. Я сейчас не вместилась? Ну не проходи же мимо, ну прохожий, посмотри. Ну как же так? Краски сверху не возьми. Ну это должно быть ее, понимаете? Не мое, не ваше, не учительница должна научить. Здесь нужно рассказать саму суть и как бы она сама свою строчку. Как бы она, если бы вот создать такую ситуацию, что бы она сказала этому прохожему? Не учить со слов преподавателя, а сначала дать ей возможность самой. Яночка, а что бы ты сказала? Вот ты рисуешь, рисуешь, ты хочешь, ну посмотри, ну посмотри, никто не смотрит. И вот у тебя здесь маленький проигрыш, и ты хочешь окликнуть человека, проходящего. Как бы ты это сделала? Дайте ей сначала возможность, чтобы она это сделала. Это можно делать, можно не делать. Там всем маленький проигрыш, но можно сделать. Прохожий, дорогой, ну что ж ты мимо идешь? Ну посмотри. И потом она поет краски. Ну посмотри же. Он же, конечно, оглянулся. И обязательно она туда, куда она обращалась, она туда же и продолжает. Я краски возьму. И все, она продолжает в контакт со зрителем. Здесь обязательно контакт со зрителем. А, так тут есть модуляция. Тут есть модуляция. Угу. Ну и прекрасно. Сделайте две. Если у нее позволяет, вы сейчас поднимите на полтона, поднимите на тон. Спойте с ней и в той, и в другой тональности. Проверите ее возможности голосовые. И пускай будет две. Ну или тогда ту мы убираем. Здесь в кульминации она три. Она такая долгая. Мне показалось, она такая долгая. Ну ладно, дальше слушаем. Музыка. 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 Вот смотрите. си там наверху на самая высокая уже в модуляции если это будет изначальная тональность то она справляется великолепно и еще запас на я же чувствую что у нее его полно а здесь чувствуете вот она она держит нота длинная она ее держит но она в одном месте чуть-чуть с детонировала совсем на чуточку потому что вот этот фа диез очень неудобно опять же вот тут надо мне то есть приподнять позицию нужно здесь ей помочь потому что . финальная . в песни а так все хорошо все замечательно сейчас ну и что такое почему ты перестала ну что такое но перезапустим тебя девочка замечательная девочка голос потрясающий нужно изыскивать возможности все все обязательно проверять ее на по диапазону насколько ее хватит то есть вроде спела до преподаватель счастлив не с низом справилась что такое то вообще что такое потом она выравнилась в конце она четко точно фа диез это спела но по маргарита молодцы замечательная девочка все что я сказала это чисто рекомендательна просто рекомендательна потому что с интонации все замечательно все чудесная фразировка нигде не нарушена я там просто огоньку вам предлагаю некоторых местах все-таки применить эмоционально работать актерский работать и тогда модуляция но раз она там есть я чувствую что должна быть без модуляции никак без модуляции общение от кульминации в моем представлении но можно конечно но модуляция помогает и все это по моему все остальное все молодцы молодцы я вам желаю успеха маргарита я вам желаю успеха с я на и все пусть у вас будет хорошо добрый путь разбирайте каждый раз песню прямо вот с а вот прямо все досконально все досконально чтобы ребенок видел видел всю эту картинку ну все ямочка давай победа тебе пока 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 маргаритка пока я сейчас еще модуляцию подожди и и и и вот понимаешь вот dealing которую правильно композитор правда все делает но она не Она эмоционально осталась такая же Подняли на полтона Но эмоционально она осталась такой же, какой была Ты посмотри, ты посмотри на моё То есть она та же осталась Яна осталась та же А она не может быть той же Она не может быть той же Понимаешь? Ты посмотри на моё Я рисую этот мир Вижу, где стоит Маргарита, вот здесь А ей сказано, куда-то смотреть Так, а если здесь в модуляции Спеть Ты посмотри Я рисую этот мир А если ей здесь в модуляции Подержать эту Уже пела один раз, второй раз, третий Что посмотри в моё окно А если здесь подержать То есть ещё больше усилить кульминацию Ты посмотри Я рисую этот мир То есть таким образом она как будто Ты посмотри Я рисую этот мир Вот может быть убрать Вот там где модуляции Ты посмотри Ты посмотри на моём окне Ну и уже и так всё понятно Что на моём окне На моём окне Может быть вот так сделать Но я бы точно сделала так Я бы сделала так точно А вот здесь уже Видишь по-разному здесь делали Мир, который нужен мне Хорошо, молодцы Ну вот ещё вот Я чувствовала, что что-то я ещё Ну думаю, что вот так Ну теперь точно пока Пока Победы вам! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok